Здравствуйте, ребята! Начинаем сегодняшнюю трансляцию, которая называется у нас Тайны счастья. Эзотерическая трансляция с Андреем Дуйко. Давайте я быстро посмотрю, видно или слышно, и начнем. Конечно, с удовольствием сегодня отвечу на все ваши вопросы. Извините за плохое качество. К сожалению, я вынужден сейчас читать из своего дома, но ничего страшного. Главное, что у нас есть возможность вот так напрямую общаться друг с другом и я надеюсь, мы прекрасно все вместе проведем время. Итак, вы мне написали большое количество вопросов. Насколько я смогу, настолько отвечу. Ведь кто-то должен в этом мире помогать близким. А вы мои близкие, я вас обожаю. Итак, Эля Чижунины. Добрый вечер, уважаемый Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, как можно эзотерически использовать магнит? Можно ли носить на теле с эзотерическим символом? Как магнит влияет на здоровье? Магнит с эзотерическими символами никак не работает. Носить и применять его, используя в объединении с эзотерическими символами, нет никакой надобности. А вот на тело магнит может действовать. Каким образом? Магнит убирает боль. В случае, если у человека болит где-либо, допустим, там сустав или еще что-то, то к месту, где есть очень активная боль, хорошо приложить магнит. В случае, если боль не утихает, то можно магнит повернуть другой стороной. Таким образом, магнит может помочь. Но спать с магнитом не стоит, потому что магнит способен образовывать еще и дырку в энергетическом пространстве. Поэтому вам такие пробоины, они точно не нужны. А вот на какое-то время положить магнит для того, чтобы он убрал вашу боль, можно. Есть еще один такой элемент научно-технического прогресса, который называется батарейка. Батарейка очень уникальный инструмент, потому что батарейка это электроемкое. Если батарейка севшая, она больше поможет вам, чем батарейка заряженная. Потому что в заряженной батарейке емкости нет. А в севшей батарейке есть сохраненная емкость. И в случае, если у вас появляется мигрень, в случае, если у вас есть где-то боль, даже особенно в верхней части тела, это горло, или это глаза, или это зубы и так далее, возьмите батарейку одной из сторон и прикоснитесь к тому месту, где у вас болит. И подержите ее. Очень часто, в случае, если с одной стороны не помогает, то можно перевернуть и приложить ее другой стороной. И подождать какое-то время. На самом деле, очень быстро такая боль исчезает, проверено. Особенно мне помогало в свое время. Когда-то из-за очень больших таких психических нагрузок у меня были головные боли, мигрени видные. И один из друзей мне посоветовал, не знаю, где он взял эту информацию, использовать батарейку. И я носил всюду с собой батарейку, мне очень помогало. Пожалуйста, пользуйтесь. Итак, Катрин. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, каждый проживает свой собственный вариант событий в своем персональном мире. Да. События войны проживают только я, в другие люди не могут ее не проживать. Нет. Каждый человек проживает события. И весь мир, то, что я скажу сейчас, оно немножечко воспринимается не очень понятно. Вся эта система, в которой мы проживаем, она уже прописана. Доказательство. В случае, если бы система была не прописана и не было бы одновременно прошлого и будущего, то, скорее всего, не было бы людей, которые могут предсказывать будущие события, и не было бы людей, которые могут предсказывать прошлые события. Весь мир, но это гипотеза. Я не говорю, что к ней нужно прислушиваться. На самом деле, это исключительно моя точка зрения. Весь мир устроен по принципу таких созданных, уже созданной эволюции. В самом низу находится, грубо это все выглядит, в виде такой, можно сказать, воронки. Внизу маленькое количество людей, вверху большое количество людей. Внизу прошлое находится, а вверху будущее. Когда человек живет, то он на протяжении своей жизни получает урок. Допустим, это может выглядеть так. Если вы убивали в этой жизни, то вы возвращаетесь либо в эту же жизнь еще раз, либо в прошлую жизнь, в любом другом теле, и проживаете опыт той жизни, где вас обязательно будут убивать. То есть, если вы убили 100 человек, то, скорее всего, вам придется прожить в цифровом континьюсе, в прошлых жизнях, там, будучи, возможно, там, в 1820 году, или в 1740, либо в 1620. И вы будете тем человеком, которого будут убивать из жизни в жизнь, вот до того момента, пока вы не очистите вот такую систему. Почему? Но в случае, если вы проживаете жизнь, и ваша жизнь принесла вам удовлетворение, счастье, радость, то вы можете родиться в далеком будущем. Таким образом, человек может раздаться, по моему мнению, как в прошлом, так и в будущем. По поводу вашего индивидуального континьюса, могу сказать, что если вы живете в этом мире, где идет война, то на всех абсолютно параллельных мирах, или во всех абсолютно параллельных мирах, тоже сейчас идет война. Поэтому это одна из особенностей, почему так легче, так прописаннее создать события большого количества людей очень сложно. Вообще, это очень затратно, создавать каждое событие вновь и вновь, и для каждого человека вновь и вновь. Именно поэтому все события уже созданы. В этих событиях переставляется только душа человека, то в прошлое, то в будущее. Какая задача? Задача за счет перерождения человека, сделала человека высокодуховным, и эта духовность образуется за счет того, что человек становится добрее, и люди, которые достигают максимальной внутренней доброты, то есть это люди, которые не используют, перестают ненавидеть, становятся добрыми, несмотря ни на что, живут по принципу отличающего этих людей от других людей. Этот принцип заключается в том, что они не трясутся за деньгами, не ненавидят, они не завидуют и так далее. То есть их жизнь связана с исключительным состоянием возвышенных чувств, которые они могут развить за счет разных тенденций. То есть эти тенденции могут быть такими, я получаю удовольствие от того, что я живу, от того, что рядом семья, от того, что у меня дети. Я получаю удовольствие от того, что лег спать, проснулся, я получаю удовольствие от своего тела, я получаю от восхода и захода, я получаю удовольствие. И жизнь в удовольствие приводит человеческую душу к тому, что душа становится доброй, теплой и всепринимающей. Что мешает человеку получать удовольствие? Ну, многие не ориентированы на то, чтобы получать удовольствие совершенно. Многие ориентированные придумали себе, что они могут получать удовольствие только за счет чего-либо. То есть нет денег, нет удовольствия. Есть деньги, есть удовольствие. Нет алкоголя, нет удовольствия. Есть алкоголь, есть удовольствие. Есть интим, есть удовольствие. Нет интима, нет удовольствия. И в противоположности они выбирают страдания. То есть человек живет, ориентируясь на страдания, то есть если у человека спросить, так живет большинство людей, если у человека спросить, как ты живешь, или как ты жил, человек говорит, ой, знаешь, у меня столько было проблем в жизни, но у тебя были прекрасные события, ну, были, день рождения там. То есть если человек начинает вспоминать, то он обычно вспоминает плохих событий больше, чем хороших событий. Таким образом можно сказать, что мы проживаем в то время, когда люди ориентированы на то, чтобы испытывать от жизни страдания. Акцентируясь на этих страданиях, человек просыпается, говорит, мне не нравится жена, мне не нравится пыль, мне не нравится дом, мне не нравится это, мне не нравится то. А есть такие люди, как я, они ориентируются на испытывание состояния радости и счастья. То есть такие люди, просыпаясь, говорят, мне нравится моя жена, мне нравится моя постель, мне нравятся мои ноги, мне нравится, как я бреюсь, мне нравится, как работать, мне нравится сидеть, мне нравится вставать, мне нравится еще что-то. То есть ориентация на бесконечное испытывание бесконечного наслаждения в жизни. Но человек скажет, бывает же что-то, что не нравится. Со временем, если жить очень долго по принципу ориентирования на наслаждение, вначале происходят конфликты душевные, потом происходят состояния такие, когда сознание и душа немножко зависает, как бы не может ничего понять вообще. Теряет ориентиры, я это называю, потому что вмешивается карма, которая говорит о том, что тебе не нужно радоваться. Твоя карма и твоя книга жизни в этой жизни написана таким образом, чтобы ты страдал. А что это ты вдруг начал радоваться? Ну и как бы зависание такое происходит, изменение жизни. И включается после этого ощущение такого штиля, доброты. Я это обычно объясняю словами, самолет взлетел, разогнался и теперь бесконечно летит в счастье, радости и наслаждении. Но этот период обычно, он сопровождается и материальным ростом, и улучшением отношений по отношению к себе и к своим близким. Теплее становятся все отношения, которые бывают. Это целый путь, кстати. Такой путь я его преподаю. Он так и называется у меня, эзотерическая школа Кайлас, путь к счастью. Поэтому обязательно проходите мою ступень эзотерической школы Кайлас, обязательно покупайте новую. Если у вас есть возможности, есть деньги, купите себе первую ступень школы Кайлас и обязательно ее пройдите. Вы будете невероятно удивлены огромному количеству философских и психологических открытий. Галина Смирнова. Андрей Андреевич, удастся ли быстро продать трехкомнатную квартиру? Большие сейчас не особо котируются. В ней не живем. Остались от родителей. Что применить на удачу? Вообще никак не получится ее продать. За те деньги, которые вы хотите купить, не получится ее продать. К сожалению, не знаю почему, видимо у вас в этом рынке, который сейчас находится, стоимость данной квартиры не соответствует конъюнктуре рынка. У меня была ситуация такая. Одна из моих знакомых, близких, она решила продать квартиру. И поставила за эту квартиру, она четырехкомнатная, в очень хорошем районе города Киева, с очень хорошим ремонтом, с огромными тремя балконами, с двумя туалетами и ванами, с двумя спальнями, с прихожей красивой, с потрясающей кухней, с оборудованными балконами. Ну, очень красивая. На десятом этаже она находится в престижном доме, почти в самом центре города Киева. И она решила эту квартиру продать за 180 тысяч долларов. При этом такая квартира до войны стоила еще больше. Но, когда она обратилась и говорит, я не могу эту квартиру продать и так далее. Я говорю ей, а давай посмотрим, какие здесь продаются в районе. И оказалось, что прямо в этом же доме, на два этажа ниже, на восьмом этаже по-моему, продается точь в точь квартира один в один. Но эти люди за такой же метраж и, в общем-то, за такой же ремонт и за все остальное хотят ровно в половину меньше. И у них нет очереди из покупателей, хотя они стараются и продают давно. Почему? Не ориентировано большое количество людей сейчас для приобретения имущества. Конъюнктура рынка, она требует четкого стопроцентного понимания, насколько сейчас это важно для людей. То есть, знаете, существование страны стоит под вопросом, существование жизни стоит под вопросом, существование экономики стоит под вопросом, существование проживания стоит под вопросом. Много всего стоит под вопросом и конечно же людей, которые создают очередь, что такое конъюнктура рынка, допустим квартира стоит 100 тысяч долларов, но из-за того, что 100 человек хотят купить эту квартиру, то ее поднимают, ее цена становится 180 тысяч долларов. Из этих людей остается 3-4 человека, которые могут ее купить. Ну вот так. Если ее поднять еще больше, то останется один и ему необходимо эту квартиру каким-то образом донести, показать и так далее, продать. Поэтому милые мои, или снижайте очень цены, или ждите момента, когда, а это скорее всего в дальнейшем произойдет, когда стоимость вашего имущества, которая досталась от родителей, в цене увеличится. Очень часто так бывает, что люди говорят, я хочу продать имущество, я хочу продать имущество и оно не продается. Потом проходит какое-то время и человек говорит, вот я продала имущество, а куда деньги потратила? Ну вложила там в сетевой бизнес или еще куда-то, или дети там потратили, или еще как-то потратилась, или на долги подавали. И в итоге получается, что человек пользы какой-то с продажи такого дорогого имущества не получил. Поэтому, друзья мои, если у вас есть недвижимость, то можете знать, недвижимость она всегда будет иметь цену. В случае, если у вас нет прямо сумасшедшей необходимости в этих пачках денег, то не торопитесь эту недвижимость продавать. Недвижимость она всегда будет стоить денег, не торопитесь. Тем более она, сдать ее лучше в аренду. На самом деле, просматриваю вас, скажу, что нет-нет, вы быстро ее не продадите. Не знаю. Валентина Бондар. У моей внучки Виолетты месяц назад пропал аппетит и болит часто живот. От глистов пропила, еще иногда болят стопы. Просмотрите ее. А у дочки Виты появились розовые пятна по телу и большой твердый живот. Да, это у них, скорее всего, не связано с глистами и гельминтами, правильно говорить. Это у них связано с дисбактериозом, который, кстати, связан с фруктами и ягодами, которые дети кушают. И из-за этого и у одной, и у другой появились вот такие сильные дисбактериозы. А вот от глистов их лечить не нужно было. Вы этим не помогли детям, а сделали хуже. Что необходимо делать? Пропейте энтеросорбенты. К энтеросорбентам относятся такие энтеросорбенты в моей компании, как сорбент коалин жидкий или сорбент силокс. Или антитокс драй. Ну вот так. Нет, ничего не увидел плохого. А пятна по телу, это у нее аллергия, как бы потничка такая. Тоже от того, что очень жарко было. Юля, Юля, 35, колы в мене буде власна семья. Да, так что ж такое. Поки одна зовсім. Допомагаю своим рідным, батьким та сестрам. Бо в умовах війни маю кращий дохід, ніж вони. Але хочу свою счастливую, повноценную семью. Юля одну так. Если хотите, значит, будет. Колы, ну, года через три. Быстрее почему-то не идет. Замеж за рады статуса не хочу. Хочу зустриты человека. Я не исполняю желания, милая Юля. Я не являюсь рыбкой волшебной. А вы не являетесь дедушкой, который ее споймал. Поэтому колы сказал, а там все, все будет хорошо. Зря так. Вот до момента, пока вы будете сильно переживать и сильно хотеть, этого не произойдет. До момента, пока человек чего-то очень сильно хочет, у него это не случается. Каждое утро просыпайтесь и говорите, пусть в скором времени я женюсь. И тогда быстро женитесь. Замуж выйдете. Спасибо за знание. Выписала пипсин, попила. Сначала было легче, а сейчас опять диарея. Да принимать его необходимо 2-3 месяца, по 2 таблетки 3 раза в день. Ходила к гастроэнтерологу, полечесть, но вы посоветуете что-нибудь. Что посоветовать? Вот пипсин покупаете и принимаете. Долго. Не нужно мой пипсин принимать. Купите пипсин китайский. Он продается в банках таких. Берете 1 чайную ложку этого пипсина, разводите с теплой водой, выпиваете на 1 стакан воды. Выпиваете утром и вечером. Настойку календулы, капаете в стаканчик, 1 чайную ложку разводите и тоже по чуть-чуть принимаете. Как вы так хотите, прям щелчком пальцы, чтобы ваш организм справился. Годами вы болеете этой диареей. Скорее всего, еще и сопутствующими заболеваниями. Скорее всего, ну, возможно, там, аутоиммунными, там, допустим, не специфический язвенный календук. Пипсин попила, я не помогу. Конечно, не поможет. Вам его необходимо принимать годами просто. Ну, вы даете. Ольга Корягин. Андрей Андреевич, есть ли у души право выбора? О, огромное спасибо за то, что вы сейчас делаете донаты. Мне очень приятно, искренне приятно. Можете задавать вопрос, я с удовольствием отвечу на тот вопрос, который вы задали. А вы не задали, да? Ага. Милович. Добрый вечер. Дочка на следующей неделе сдает экзамены в художественную академию. Все будет порядок? Конечно, она такая талантливая. Не переживайте, она сдаст экзамены и все будет хорошо. Не переживайте. Ничего плохого не увидел совершенно. Так, теперь как отключить? Итак, есть ли души право выбора воплощения? Иногда маленькие дети рассказывают о том, как выбирали маму. Это фантазии? Да. С уважением ученица второй ступени. В случае, если ребенок рассказывает о прошлых жизнях, не нужно свято этому доверять и свято это верить. А вообще отвлекайте их обязательно от этой темы. По моему мнению, человек, который начинает вспоминать прошлые жизни и идет информация о прошлых жизнях, должен знать. В прошлой жизни как бы все наоборот. То есть мне, допустим, сейчас 50, если я в прошлую жизнь ныряю, то там, скорее всего, я увижу дядю старого, которому там 190. Скажите, у этого человека есть там заболевание? Да. Но он является частью меня? Да. Там же была моя душа в том теле. Тогда что я могу взять? Помимо его знаний, которые, кстати, к 195, наверное, не особо, я возьму огромный букет болезней. Поэтому любое ныряние в прошлой жизни очень может ухудшить физическое состояние человека. Почему я это говорю? Я в свое время очень активно занимался путешествием в прошлое, занимался этими практиками и могу сказать, что ни к чему хорошему, кроме болезней, меня это не привело. Поэтому будьте аккуратны. А там начинается, есть очень много манипуляций. Начинается, в прошлой жизни я была твоей дочкой. Знаете, что нельзя доказать, то можно придумать. Вообще, есть такой путь. Есть путь людей, они его опрометчиво выбирают. Есть путь людей, которые выбирают жить так, чтобы ощущать любовь и делать, или создавать любовь для другого человека. А есть люди, которые начинают врать для того, чтобы получить чью-то любовь. То есть они начинают врать, что они особенные, начинают врать, что они еще какие-то... Вообще, хочу вам дать совет, люди, которые меня смотрят. Я хочу вам дать совет. Вы должны знать, что любое вранье при украшивании, разукрашивание чего-либо, что не является действительным, в дальнейшем обязательно создает долг у человека. Поэтому, если человек что-либо придумывает и что-либо врет, то у него появляются долги. Какие долги? Любые, финансовые, появляются болезни, появляются неприятности. Чем больше вранья, тем больше узел. Поэтому аккуратно с враньем, старайтесь не врать. Потому что вас можно любить и так, просто так. Вам не нужно себя приукрашивать или говорить что-то такое особенное, додумывать или придумывать. Не нужно этого делать. Не нужно. Никогда не выдумывайте истории, не придумывайте ничего. Просто вот живите просто, наслаждаясь. Ну, возможно, кому-то это не подходит. Марина Горобец. Что вы думаете насчет аномальной жары? Отключение света, кибератак, сбой в системы банков, авиакомпании, почты. Ваше видение ситуации. Мое видение ситуации заключается вот в чем. В 2022 году началась война между Россией и Украиной. До этого был ковид. И, насколько я помню, там в 2017 начался этот ковид. В 2018. Но перед тем, как начался ковид, была издана Си Цзиньпинем книга. Эта книга называлась «Один путь». Один путь. В этой книге он описывает один путь. То есть он говорит о том, что все китайцы, которые живут, они счастливы. И они живут, и они счастливы, и это всем создает жизнь счастливо, и у всех есть что кушать, и у всех... Но у них нет... И они хотят, чтобы так жили люди во всем мире. Помните Советский Союз, коммунизм во всем мире. Также и Си Цзиньпинь в свое время придумал нечаянно создать социализм во всем мире. Теперь две страны. Одна страна, в которой мало людей, но много земли. А другая страна, где много людей, но мало земли. Ну и для кого написал эту книгу Си Цзиньпинь? Он написал эту книгу специально перед началом китайской агрессии, которую он планировал создать на территории РФ. Но в Китае начался ковид, и я думаю, что он начался не случайно. Я думаю, почему? Потому что он начался именно в тех областях, где самое большое количество военных частей. И, видимо, это и повлияло на то, что сама идея была полностью перемолота. Перемолота, потому что очень много было падений, трудностей и так далее, и так далее, и так далее. Но все это переменилось или изменилось, и у другого имперского человека появилась другая идея по отношению к другой соседней стране. Знаете, то есть этот имперец, он создал империю, очень долго популяризировал, что не важно, как мы живем, важно, что они плохие. И после этого воспитывали, воспитывали, воспитывали ненависть к тем людям, которые живут в соседнем государстве. И после этого это все проявилось. Тем самым можно, конечно, в этой войне тех задач, которые ставились, их никто не получит. Страна очень потеряет. Вообще могу сказать, я не завидую тем людям, которые не живут в Украине. Не завидую. Ну и не завидую тем, кто живет в Украине тоже, но если выбирать ту страну, которая напала, и Украину, то в Украине будет лучше. Хотите, верьте, хотите, нет. Я это 100%, вот на 100% знаю. По поводу аномальной жары. По поводу аномальной жары говорил еще в свое время знаменитый создатель Зеркал, как его там фамилия была, Лебедев, да? И когда он... Есть некое такое понятие, которое называется солнечная активность. Такая солнечная активность, она достаточно хорошо изучена, она имеет свою амплитуду. И есть периоды, они тысячелетние или трехтысячелетние, когда становится более жарко и после этого менее жарко. И сейчас ничего такого особенного не произошло. Мы просто находимся во времена солнечной активности. С аномалией жары это никак не связано. С чем связана аномальная жара и будет ли она еще проявляться? Несомненно. Аномальная жара будет проявляться, это связано с большим количеством вырубывания лесов. Существуют определенные ветра, которые называются южные ветра, которые дуют с территории Африки или этого континента. И эти ветра, они должны останавливаться. Но из-за того, что ежегодно происходит вырубывание лесов, особенно в европейской части, вот в нашей стране вырубываются, в России вырубываются эти леса. И они вырубываются нещадно. То количество этого тепла, оно проникает и создает вот такие условия. Но это тоже такой период временный. Я не думаю, что это будет прямо каждый год происходить. По поводу того, что все засохнет и воды не будет, и там конец света, этого не произойдет. Не будет ни ядерной бомбы, ни ядерного удара, ни конца света, ничего такого, ни выключения света во всех странах, там этого ничего не будет. Почему сейчас отключение света, кибератака, сбои в системах банка, авиакомпании, ЭД и почты, это все связано с санкциями. Санкции. Вы просто не понимаете, что ваша страна, она воюет. Во время войны вашей стране дали там тысячу санкций. И так работают санкции. То есть вам говорят, что все хорошо, все там, а все нехорошо. Почему? Это бесконечная ложь. Чем выше человек находится на определенной должности, тем бесконечнее он лжет. Как сказал в свое время Геббельс, чем страшнее и чем дичайшая ложь, тем больше в нее верят люди. Есть даже такое понятие, как бы в сленге таком, говорят, да ничего страшного, молоти что хочешь, главное, чтобы пипл хавал. Ну вот так вот это все. Уважаемый Андрей Андреевич, как чакры влияют на жизнь и как оптимизировать? Ну классно. Проходите мою первую ступень, но я с удовольствием отвечу. Первая чакра, в ней накапливаются плохие слова человека, особенно если это слова, которые связаны с матами. Они все в первой чакре. Первая чакра у нас связана с замужеством. Чем сильнее закрыта первая чакра, тем меньше шансов у человека выйти замуж, жениться и создать свою семью. Если первая чакра у мужчины закрыта, то у него все время появляются проблемы. Они проблемы с тем, что ему страшно знакомиться. У девочек проблемы с тем, что они не понимают, что муж от них хочет и так далее. Это закрытые первые чакры. Как открыть? Самый простой способ открыть первую чакру, это ставить между ног свечу. Прямо ставить между ног свечу, представляя, будто пламя свечи горит прямо там, где находятся половые органы. Так открывается первая чакра, слог первой чакры, лам, Лида, Андрей, Михаил. Вторая чакра связана с рождением детей, рождением бизнеса, рождением любви, рождением тепла. Связана с заботой, с пониманием. Если вторая чакра закрыта у мужчины, то у мужчины нет ощущения, что семья его любит. У него все время претензии. При закрытой второй чакре и у мужчины, и у женщины постоянные ревности возникают, нервные люди становятся. Человек старается всему миру что-то доказать, не верит, что он может просто так все получать. Ему приходится выживать. Он все время чувствует, что ему необходимо выживать. Ко всем людям претензии. Вы встаете утром и начинаете с претензий. Ты не такая, ты не такой, ты плохая, ты плохой. У вас закрыта вторая чакра. Денег не будет. Вторая чакра напрямую связана с деньгами. Открывается мантра и вам. Третья чакра связана с целеустремленностью, с радостью. Она связана с, наверное, мезокортикальными и мезолимбическими системами, дофаминовыми мостами. То есть дает человеку такое стремление, желание. Если нет силы утром проснулись, зачем я живу, для чего, зачем мне это нужно? Третья закрыта. Если человек считает, что вся жизнь плохая и в ней нужно постоянно выживать, то он не верит, что высшие силы и люди способны его любить. Это закрыта четвертая чакра. В случае, если человек постоянно ко всем кидается на всех, постоянно ко всем претензии, абьюзи, то есть ты не такая, то не так, и то не так, и то не так, то есть ко всем имеет закрыта пятая чакра. Если открыта пятая чакра, то у человека с легкостью начинает разговаривать, перестает заикаться, хорошо разговаривает, хорошо думает, творчество появляется. В случае, если шестая чакра, то память исчезает у человека, также портятся глаза. Шестая чакра связана еще и с тем, что человеку приятно в голове, такое тоже бывает. И седьмая чакра связана с тем, чтобы наказать тех врагов, которые существуют. Если у человека есть враги, то есть еще и высшие силы, которые являются ангелами-хранителями для такого человека. И именно седьмая чакра является тем, что человека защищает. Так, если седьмая чакра закрыта, то постоянно неприятности. Находится кто-то, кто обзывает, может и порчу нанести, может там что-то сделать, и постоянно что-то случается. Если правильно открыть, то такие люди, они к вам доходить не будут. То есть, захотел вам что-то плохое сделать, ногу сломал. Захотел ли там, о вас что-то говорит плохое, и после этого у него тысячу неприятностей. На самом деле, на седьмой чакре все не заканчивается. Там, где находится первая чакра, есть еще минус первая чакра. И там, где находится седьмая, над ней находится еще восьмая и девятая. Также это еще имеет вид ауры и так далее. И как это все оптимизировать? Это целые знания, но научиться этому несложно. Я этому обучаю у себя на первой ступени эзотерической школы Кайлас. Если человеку оптимизировать все чакры, то это является чуть ли не фантастическим и быстрым методом для того, чтобы жизнь человека очень изменилась. В каком плане? Во всех. То есть, как обычно это происходит? Это происходит так. Человек, допустим, там... Как вообще появляются неприятности? Ну, давайте возьмем мужчину. Мне, наверное, будет легче. То есть, жил мужчина, допустим, там с родителями. После этого переехал в какой-нибудь город, поступил в училище. После этого проучился в училище. Нужно ехать домой. А ему не хочется. Он хочет остаться в городе. Находит невесту. То есть, девушку, которая может быть даже некрасивой или ему не нравится и так далее. Но он понимает, что если он с ней завяжется, то это повод для того, чтобы остаться в городе. То есть, после этого он с ней начинает жить. У них, возможно, рождаются дети. Ну, появляется алкоголизм. Потому что она понимает, что он ее не любит или не чувствует этого тепла. А он начинает искать женщину в стороне. Возможно, у них там получается бизнес или не получается. Может быть, эта жизнь пройдет до самой старости, где друг друга никто не любит. Дети никому не нужны. Там, возможно, будет присутствовать бесконечный алкоголизм. Возможно, со временем, когда мужчина состоится. То есть, такая же история с женщиной, может быть, и так далее. Там есть везде вранье. Он врал ей, она ему врала. Не было четкого понимания жизни и так далее. И если такого мужчину взять или такую женщину взять, то они живут как бы таким моментом, что им все удобно. Да, у них там не хватает денег, ничего страшного. Да, муж выпивает, да, тоже ничего страшного. Но зато комфорт есть. Все живы. Там есть квартира, нет. Если есть, там живут. Если нет, там счастье в другом находят и так далее. И потом появляется эзотерика. Им такой человек, как я, говорит, можно все изменить. Человек говорит, как? Ну, вот с чакрами работает. Такая женщина начинает работать с чакрами своими. Ее жизнь изменяется. И вдруг в какой-то момент она думает, или у нее появляется ощущение, не хочу я жить с этим человеком. Но я не хочу его выбрасывать. Как бы ситуации начинают решаться сами по себе за счет событий. То есть таких событий в обычной жизни не происходит. Там происходит, допустим, знакомство какое-то, или происходит путешествие, происходит переосмысление, происходит изменение чувств, или наоборот, возникает любовь, появляется теплое отношение, вновь вспыхивают какие-то новые состояния. И это на самом деле такой достаточно мега-огромный и мощный механизм, который способен изменить судьбу в лучшую сторону. Почему люди изучают эзотерику? Человек может жить по принципу двух вещей. Первое – это доля. То есть то или карма. Вот человек, который занимается эзотерикой, он никогда не живет, как ему написано в карме. Никогда. То есть если у вас в карме написано натальная карта, там карты и так далее, написано там несчастное, на руках вот эти все там линии и так далее, то там, возможно, у вас есть ваша карма. И там написано, что там счастливой не будешь, жизнь проживешь как попало, там умрешь больной в молодом возрасте. И человек говорит, о, а как изменить? Но как изменить этот человек хочет жить уже не кармой, а чем-то другим, как волей. То есть изменить свою жизнь можно, либо плывя в той жизни, в которой находится человек. Это такая вот упование на Бога, как бы создание, возможно, таких пассивных событий. И другое, это путь мага или путь воли. Когда человек говорит, а я несмотря ни на что хочу быть богатым, несмотря ни на что хочу иметь очень хорошую семью, несмотря ни на что хочу иметь здоровье, несмотря ни на что, то нужны инструменты. Но в большинстве своем такие инструменты от обычных людей закрыты. А еще, я, кстати, эти инструменты все даю. Проходите мою обновленную, первую ступень эзотерической школы КАЛАС. Этого достаточно для того, чтобы в жизни все изменилось. Но дело в том, что я чуть-чуть отличаюсь от тех людей, которые преподают эзотерику, объясню почему. Мне, как мужчине, у которого постоянно не хватает ни на что времени, а я очень многим занимаюсь в своей жизни, от исследований до написания книг, выступлений, встреч с людьми, работа с политиками, работа над собой, и йога, и семья, и там много всего, большой бизнес. И у меня постоянно такой вопрос, он у меня связан с эффективностью. Я вот это слово ставлю всегда на первое место. Вы знаете, мне глубоко наплевать, где живут инопланетяне, чем они живут, чем они питаются. Мне так наплевать на то, что будет там через три тысячи лет, и что было пять тысяч лет назад, что я это в свою эзотерику не брал. Мне это в эзотерике неинтересно было. Никогда. Мне неинтересно было это совершенно. Почему? Мне необходимы были инструменты, которыми можно было бы изменить судьбу настолько быстро и эффективно, чтобы это было так. Сегодня читаешь мантру, вечером получаешь. Читаешь код, вечером получаешь. Слушаешь шум, получаешь. То есть для меня было важно, если лечиться, нитку обвязал, и больше на это внимания не обращать. Мне необходимы были максимальные, мега доказательные, фантастические, супер универсальные инструменты. Такие инструменты у меня появились, и в дальнейшем я начал использовать инструменты, и начали появляться парадоксы. То есть мега инструмент, который может принести человеку деньги, включал неприятности сумасшедшие. Или мега инструмент, который должен был развить ясновидение, включал безденежье. Или я, допустим, работал над тем, чтобы там перестала гипертония у меня появляться, ну и дома появлялся скандал. И у меня появилась такая идея, начал изучать, начал это изучать с позиции психологической философской доктрины. И это переросло в некую такую философскую картину мира, которую я преподаю на первой ступени и второй, и третьей школы КВС. И вот эта философская картина, она дает понятие. То есть, куда текут, почему у человека нет денег? Куда течет любовь, туда текут и деньги. А человек говорит, я читаю мантры, почему денег нет? Ну, потому что у тебя никто не любит, потому что ты ничего для этого не делаешь. А как же научиться? Это уже философия. Как сделать так, чтобы вас любили? Как сделать так, чтобы к вам текли деньги? А мантры это инструмент. Или мантры, или коды, или ментальные программы, или знаки, или символы, или там еще что-либо. И это большой такой путь, но он мега-мега офигенный. Кстати, после того, когда закончится данный вебинар, то я обязательно оставлю ссылку в данном видео, и вы сможете перейти, перейти на мой курс, который называется первая ступень эзотеристской школы Кайлас, и приобрести, и просмотреть. Добрый день, Андрей Андреевич. Дуже дякую за ваши порады, эфиры, это еще делайте своими знаниями. Скажите, будь ласка, яка ваша думка про видливание негатива воском дякую? Смотрите, когда человек отливает негативом воск, то он подходит близко к человеку. Там находится энергетическая структура, она называется аура. Аура, она очень реагирует на огонь. Но, когда у человека появляется неприятность? Неприятность может появиться, когда человек, допустим, проснулся, и такое ощущение, как будто кто-то разговаривает с ним, знаете, там, бурчит кто-то. У человека может быть ощущение такое, как будто он утро началось, а он и мира не видит, его беспокоит что-то. Что тебя беспокоит? Я не знаю, не могу с этим справиться. Что-то беспокоит? Это скорее всего на ауре что-то ползает. То есть, вот эти компоненты, которые ползают, это могут называться они включениями. Они имеют разную форму, такие люди, как я, эту форму видят. Если это слизь, то это наркомания, и если это слизь прозрачная, это наркомания, алкоголизм. Если слизь более в низком таком состоянии, как бы белая такая слизь, то это сексуальная омраченность у человека. Если там вместо половых органов грозди с виноградом, такие висят, красные, фиолетовые, то это говорит о том, что человек очень незабочен, знаете, в случае, если у человека бородавки там на уровне головы и так далее. Это говорит о том, что у человека психическое заболевание, ну и так далее. Там много всего можно о человеке рассказать. И это все можно сжечь свечой. Можно сжечь свечой. Читая молитву, допустим, крест-накрест, особенно возле груди, можно сжечь. Но очень часто можно не только сжечь, а можно еще такие дырочки сделать, которые приведут к неприятностям. Поэтому, ну, скорее всего, я бы вам хотел сказать, что, скорее всего, в случае, если у человека тяжелое психическое заболевание, или у человека очень большая неприятность жизни, которая связана с долгами, где он должен деньги, или там у человека не получается завести товар, отвезти, я бы не использовал такие методы. Они не улучшат состояние, а ухудшат. Я проводил в свое время еще исследования. И оказалось, что да, в действительности, у людей, с которыми работают, выливают воском, в дальнейшем появляются неприятности, как правило, связанные с финансами. Поэтому аккуратнее. Но, ваше дело. Вы понимаете, вы хотите, чтобы я сказал, хорошо это или нет. Я могу только свое мнение сказать. Мое мнение не особо. А там ваше мнение. Ну, почему я решил сказать? Ну, я считаю себя экспертом. У меня есть опыт. Я провожу исследования этого всего. Общаюсь с большим количеством людей, которые с этим связаны. Ну, и у меня формируется свое собственное видение. Если оно отличается от вашего, извините, имею ли я право вообще говорить о том, что, почему я вообще имею право говорить о чем-либо? Я это имею право, потому что я считаю себя очень счастливым. Прямо очень счастливым человеком. Я обожаю жену. Не хожу налево. Я обожаю детей. Дети обожают меня. Я верю, что все силы, которые живут вокруг меня, они созданы и создают мир такой, который меня обожает. У меня успех в бизнесе. У меня успех в этой стране. И в другой стране. У меня успех, успех. Я делаю шаг и пять шагов вперед. Я умен, богат, здоров, красив, победил заболевания, онкология. И, в общем-то, побеждаю все волны, которые создаются даже сейчас. И которые в дальнейшем будут создаваться. Почему? Эзотерика, друзья мои. Эзотерика управляет миром. Тот человек, который находится на коне эзотерики и управляет таким конем, очень счастлив. Поэтому обучайтесь у меня, для того, чтобы быть такими же счастливыми, как я. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Возможно, увидите, подскажете, какой вид деятельности подойдет сыну 21 год. Закончил вуз, не планирует работать по специальности. Какое направление выбрать? А как же его зовут? Вот вы мне написали НСП Николаей. Как фамилия? Кого я должен просмотреть? НСП Николаей? В следующий раз пишите так. Мой сын, фамилия, такая-то, такая-то, проживающий в городе, таком-то, таком-то. И я смогу что-то сказать. А так, как я сейчас выдерну, мне по какой теме его идентифицировать? Хоть бы цвет глаз сказали. Доброго дня, дякую за все ваши профессийные порады, будь ласка. Я ки я отримала вид глаз. Мы планируем в этом году с человеком начать свой бизнес продажи меда в Украине и за кордоном. Хвилюйся, или удастся, так. Удастся. Вы молодцы, у вас все, удастся, можете делать это. Но хочу сразу сказать, очень аккуратно и внимательно начните работать с бумагами. Также ознакомьтесь с системой продаж за границей, очищением меда, ну и так далее. То есть, там есть нюансы. Правда, есть. Наталья Таран, подскажите, будь ласка, какое направление выбрать деятельности, чтобы приносило доход и счастье от занятий, в который раз все сначала. Да что ж такое? Все будет получаться, где есть ваша физическая сила. Будет получаться танцы, йога, если вы будете кого-то дрессировать или кому-то что-то преподавать, вот очень хорошо будет получаться. Но деятельность артиста будет получаться у вас, если вы поете и танцуете, аниматора, ну, такой вид бизнеса будет приносить доход еще. Здрасте, помогите найти удостоверение личности, оно хоть дома, срочно нужно мне. Обещаю вам, смотрите, обещаю, до среды найдете. Ана Вартаня. Скажите, у нас с мамой магазин одежды, выручка бывает очень хорошая, в последнее время ее нет совсем, делали обряд с кокосами, что может наладить выручку. Каждое утро приходите в магазин и заходя танцуйте, включайте музыку и танцуйте прямо с мамой и радуйтесь, прямо на одежду смотрят, какая красивая, такая красивая, давай потанцуем, включайте, татара-та-та-тан, татара-та-та-тара-тан, и тогда выручка будет, если делать танцы каждый день, вообще место магазина это место святого наслаждения от жизни. Есть радость, будет выручка, нет радости, будет. Валентина Галавань. Добрий вечер, шановный учитель. Есть намер открыть общественную организацию Польши. Скажите, пожалуйста, чи варту? Варту, але вы не сможете ее продвинуть так, чтобы с этого что-то иметь. Это довгий такий бизнес, он растянутый, потребует очень-очень много от человека энергии, прямо с утра до вечера и много таких специфических знаний для этого. Это не очень простой бизнес. Открыть, что там открыть? У меня их 50 организаций. Как их продвигать? Галина Староженко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Здравствуйте, все участники. Здравствуйте. Привет из Канады. О, Канада. Иришка Шабалина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Пожалуйста, посоветуйте после операции. Стоит оставаться парикмахером? Стоит. Вам ничего не угрожает. Ноги ваши будут нормально себя чувствовать. Не переживайте. Смело продолжайте. Это хорошая для вас работа. Елена Артюшенко. Я планирую начать вести прием как психолог. Подскажите, получится, будут клиенты? Клиенты будут, но денег вы много, не заработайте на этом и со временем даже разочаруетесь. Но все равно делайте это. Это даст вам большое количество знакомств. Выходите как психолог с психологическими аспектами в YouTube обязательно. Есть же очень много психологов, которые стали знаменитыми блогерами. Ну, допустим, там, Вероника Степанова. Ну, много таких людей есть. Сейчас психологи хорошо себя чувствуют, потому что можно проводить или записывать видео. Не нужно ни обучения, ничего. Телефон поставили, включили, записали и в YouTube опубликовали. Так со временем начнете и людей привлекать. Знаете, быть, быть психологом это значит не быть психологом. И быть врачом это не быть врачом. И быть кем-либо еще это не быть кем-либо еще. Надо запомнить фразу, которую я сейчас скажу. Нужно быть человеком, который зарабатывает зарабатывает и дальше себе четко обозначить. На чем вы зарабатываете, собираетесь деньги? На приеме и дальше людей, которым вы что будете помогать справиться с психологическими стрессами и обосновать, то есть найти, найти в чем вы уже состоялись. То есть в случае, если у человека там тревожность, в случае, если у человека беспокоенность, человек не знает, как ему справиться с перипетиями, у человека там постоянно абьюз в семье и так далее. И вот вы как психолог можете ему в этом помочь. Но запомните слова, вы хотите зарабатывать деньги на том, чтобы быть психологом или зарабатывать деньги дальше очень четко, принимать людей и проводить им психологически, я не знаю, какая у вас психология, дештальт или физическую коррекцию какую-то. Виктория Плюхович, здравствуйте, хочу уволиться с работы, увольняться или еще поработать? Показывают, не увольняться, работу быстро не найдете. Хатима Бекирова, Фатима, 56 лет, нашла ваш канал три недели назад, восхищаюсь вашими уроками, практикую Таро, лучше стала видеть живу в Крыму, не могу пока добраться к вам. Наташа Н, здравствуйте, Андрей Андреевич, скажите, имеет ли значение, в какую сторону рисовать торнадо на рисунке 8 чаш сяня? Все равно вообще, это не важно. Елена Репина, Андрей Андреевич, после обряда программирования, мне каждый день в течение нескольких месяцев снялись кошки, что это означает? Кошка это цыганская магия. Что необходимо сделать? Если снятся кошки, то тогда в жизни нужно много кошек накормить. Это так, какие-то энергии требуют выкуп. Возьмите там кошачий корм, найдите рынок, поставьте или каждый день приходите, высыпайте стаканчик кошачьего корма, так, чтобы кошечки находили его, они 100% найдут, на базаре всегда есть где-то кошечки, и таким образом сможете откупиться, а вам это подсказка. таким образом это только для вас. Можно ли мне некоторые ваши советы по лечению применять на людях? Смотрите, почему я разрешаю что-то и не разрешаю что-то. Есть ряд таких эзотерических практик, допустим, как потереть листом бумаги человеку по груди, и он после этого сжечь эту бумагу, и у него пройдет простуда. Вот если вы услышите это от меня, это будет работать. С чем это связано? Дело в том, что для того, чтобы обрести такую ситху, для того, чтобы ее дать людям, нужно было предварительно читать мантрочку, которая дала такую ситху. Я это делал на протяжении, или делаю это на протяжении вот с 2009-го, седьмого года. И вот посчитайте, сейчас 24-й, ну вот, очень много получается лет. И все это время я занимаюсь и обретаю ситхи, и работаю как эзотерик, и принимаю людей и так далее. И для того, что когда я создавал школу, то я даю верх, но этот верх, он весь напрямую связан со мной. То есть, если я даю и вы пользуетесь как ученик школы или даже как не ученик школы, то это работает 100%. Но если вы даете, то это уже со мной не связано. И оно может не помогать, к сожалению. Но такие есть методы, которые помогают независимо ни от чего. Допустим, там, как на запястье правой руки красная ниточка от гипертонического или артериального повышенного давления, или там от заболеваний почек, синяя нить на левой руке. Кстати, если вы продаете, у вас ничего не продается, оденьте белую нить на белую нить, оденьте на правую руку, и черную нить оденьте на левую. Тогда и деньги будут быстро, и сможете продавать хорошо. Хорошая идея. Также на ногу правую тоже можно на черную ниточку. И, конечно, если есть методы, которые я даю, и они выложены бесплатно, конечно, помогайте людям, можете их рассказывать. Меня грозятся уволить на работе до конца июля. Подскажите мне оставаться, где я сейчас, или искать здесь работу, или переезжать в Измаил, или Киев, и искать работу. Покажите. Переезжать в Измаил и искать работу, а там, где вы находитесь, не оставайтесь. Ничего хорошего там нету и не будет никогда. Дорогой и любимый Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, что с моим телом происходит, и что с печенью, спасибо. С вашим телом происходит вот что. У вас травма, вы инвалид, и за длительный период применения стероидных, нестероидных обезбавляющих препаратов и так далее, у вас происходит развитие вторичных синдромов. Эти вторичные синдромы приводят вас к тому, что разрушается психика, разрушается тело, а вы страдаете от этого. Поэтому и происходит разрушение психического состояния, появляется боли и так далее. Что вас может спасти, Андрей? Вы должны преодолеть, но не боль, а начинать преодолевать себя. Дело в том, что такая болезнь, как у вас, она вас захватила, и она уже есть вы. То есть вы уже танцуете на сковороде этой болезни много лет. И вам для того, чтобы начать преодолевать такую болезнь, необходимо сказать, что вы можете сделать что-то, что вам не нужно делать. Допустим, вы не можете там привстать. Каждый день должны работать над тем, чтобы привставать сильнее и сильнее. Почему? До какого-то момента вы должны справиться с тем, чтобы преодолеть. А вы не можете, потому что она вас захватила. Вот это преодолевание есть ваша задача. До момента, пока вы начнете и будете, делайте каждый день небольшое преодолевание. Делайте это 6-10 раз в день. Делайте, сцепляйте зубы, плохо, нехорошо, все падает, все болит, выкручивает, пролежни и так далее. Но все равно делайте преодолевание. Приподнимайте гирьку какую-то, приподнимайтесь на руке, приподнимайте шею, приподнимайте ногу, приподнимайте, делайте это так, ненужное какое-то движение, которое вы можете делать, но делайте его больше. Вы таким образом сможете преодолеть. Сейчас болезнь легла на вас, она проникла в ваше сердце, проникла в ваше тело, проникает в ваше сознание, проникает в ваши ноги. Я очень хочу вас обнять, вот так болезнь вашу увидеть, как большого червя, и от вас вот так ногой ее оттолкнуть. Оно пошло. Ирина Ирина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Огромное спасибо за ваш труд. Внучка часто болеет и вирусы. Зовут Скайлер. 11 сентября исполнится 6 лет. Родилась и живет в США. В чем причина, как помочь? Это связано с тем, что она, да, это связано с тем, что у ребенка есть проблемы носоглотки, и есть проблемы, связанные с пищеварением. И, скорее всего, отгибается сфинтеродия и дополнительно бактерии проникают еще. Что нужно? Обычные сорбенты. Активированный уголь, аскорбиновый, и плюс аскорбиновая кислота. Подавайте аскорбиновую кислоту, подавайте активированный уголь. Но делайте это на протяжении одного, двух, трех месяцев. Аскорбиновую кислоту в небольшой дозировке, и уголь тоже в небольшой дозировке. Но длительное применение очень заметно улучшит состояние. Не связано ни с порчами, ни с глистами, ни с чем таким. Просто вот у ребенка проблемы с пищеводом. Из-за чего и снижается иммунитет. Ирина. Добрый день, Андрей Андреевич. Если слышишь голоса, что с этим делать, какой есть выход? Если у человека слышны голоса в голове, то он должен сосредо... Есть методов, хватает. Как бы, если обратиться к психиатру, то есть препараты, которые очень могут помочь. Кстати, насколько я помню, в лечебном протоколе, в случае, если есть голоса, назначают циклодол. То есть галлюцинации слуховые, галлюцинации визуальные, но особенно при слуховых, циклодол устраняют. Но я как бы не могу вам назначить этот препарат. Пусть назначает сертифицированный врач-психиатр. Но я со своей стороны могу вам сказать, что существует принцип такой, который может помочь справиться с такими голосами. Когда у вас в голове появляются голоса, пошлите эти голоса. Скажите, это не мой голос, пошел ты, и дальше матом. Смотрите, если голос мужской, отправляйте матом, используя матерное слово, связанное с женскими половыми органами. Если этот голос женский, отправляйте, прям посылайте матерным словом в противоположный половой орган. Елена Боржуинас. Спасибо за Калачакру, все занятия супер. Можете ответить, скоро ли нам отдадут долг. Я не парюсь давно, а муж еще ждет. Нет, еще в этом году не отдадут, но отдадут по чуть-чуть. Вы должны связаться с этими людьми и сказать, не надо все сразу отдавать. Отдавайте по чуть-чуть, я согласна, мы согласны по чуть-чуть. Лишь бы отдавали. У меня была ситуация такая. Один мой друг, его звали Сережа, он очень много денег занял. И одни деньги занимал, чтобы другим отдать, и в итоге занял и у меня. Он был моим другом, я ему занял. Эта сумма была небольшая для меня, и мне было не тяжело ему занять эти деньги. Ну и я понимаю, что там очень тяжело. Ну он меня взял на год эти деньги, после чего не отдает. Моя жена начала вредничать, и говорит Андрей, ну это же твой друг, что он деньги не отдает. Он же обещал отдать, он на что обманул. Я говорю, хорошо, Сережа, я хочу, он еще не брал трубку, я ему говорю, Сережа, я могу с тобой поговорить? Да. Супер. Ну ты мог бы со мной встретиться? Он говорит, да. Вот я с ним встретился, и говорю ему, Сережа, слушай, я знаю, что у тебя много долгов, и практически на 100% уверен, что ты всю сумму мне отдать не сможешь. Я хотел бы тебе сказать, отдавай мне каждый месяц хоть какую-нибудь, то есть допустим, ты мне должен 6000 долларов, отдавай мне каждый месяц по 30, по 30, по 60, по 50, вот тебе специально выделенный счет, я для него открыл карту в банке, дал ему номер карты, только для него, только одна карта, и вот сюда можешь отправлять. И вот он мне за год отдал, по чуть-чуть, по чуть-чуть, каждый день отправлял. Я зайду, смотрю, там уже, если перевести, там 3000 долларов, потом до конца года уже 5000 долларов, а он мне звонит и говорит, Андрей Андреевич, я даже не знаю, вам отправляю, вы там ведете? Я говорю, конечно, веду, скриншот ему отправил, он говорит, да это я уже столько отдал, я говорю, да, ну надо же. Почему? Почему он не отдал остальным? Потому что остальные вредные, они хотели, чтобы он отдал сразу всю сумму, а я не вредный, он же мой друг, я ему дал шанс отдавать по чуть-чуть. Почему человек попадает в долги? Не надо врать. Наталья Мажур, Витамена Ривни, спонсор 300, Наталья, поздравляю вас, теперь вы спонсор, и вам доступны новые семинары, которые доступны для спонсоров, их там очень много. Смотрите, я хочу вам сказать, на сегодняшний день я живу на территории Украины, и я живу здесь, и собираюсь продолжить жить. На сегодняшний день между Украиной и РФ война. Я не буду говорить там, кто виноват, кто прав, но наши города взрываются, у нашей близки, моя очень близкая подруга очень-очень сильно пострадала, это произошло несколько дней назад, и она медицинский работник, она молодая, ей 50 лет только, и она не заслуживала, чтобы это произошло. Если вы мне будете писать, я там живу во Владивостоке или еще где-то, вы должны знать, я принципиально отвечаю на такие вопросы не буду. До момента окончания войны, те люди, которые находятся там, если они себя идентифицируют, для меня не существует. Почему? Ну, вот так, масики. Вот так. поэтому не надо писать, зачем вы мне это пишете? Владивосток, ну, так и Владивосток. Зачем? Вы же меня дискредитируете. Здравствуйте, Андрей, здесь мой отец часто ходит по-маленькому, это почки или простата? Это у него аденома предстательной железы, даже не простатит. Сдайте исследование, ПЦР-тест для предстательной железы, и определите, нет ли у него опухоли. Скорее всего, есть, кстати. Виктория Винцинт. Семь лет, как идет суд, инвентарь выиграю мою часть, показывают, что нет. Джак Шевелиня. В линии меняется, когда проходишь ступень. О, дякую, ваши эферы завжди допомагают. Дякую, хочу у вас навчатись, але не можу выделити гроши. Дуже давно живу в минусе. Еще можете допомогти, зібрати гроши. Проходите первую бесплатную, она тоже выложена в интернете. Скажите, пожалуйста, кого вы отросли, мне повезет финансово? Повезет финансово, Катерина Фортинатцять. Если это фамилия, то, ну это ж не фамилия. Катерине в какой-то слеп. Все, что связано с материалом, магазинами, которые продают, там швейная, вот все, что связано с тем, где шьют, и все, что связано с тем, чтобы это продавать. Будет хорошо продаваться и мелкие продажи тоже. Ирина, белье хорошо будет продаваться. Ирина Познякова. Подскажите, мой сын поступит этим летом в столичный вуз? Не отвечаю. Системная волчанка в ремиссии. Но все равно не очень хорошо чувствую, что поменять, обратить внимание жизни, чтобы улучшить здоровье. Первое, не обижаться на близких. Полностью это искоренить. Второе, не иметь претензий. Красная волчанка развивается, когда у человека есть претензии. Вы живете через... Красная волчанка, это всегда претензии к тому, с кем вы живете, претензии к себе. И второе, бесконечные воспоминания прошлого. Вот если вы... Оденьте от воспоминаний резиночку, ударяйте, когда говорите, я живу настоящим. И второе, меньше претензий. Меньше претензий, старайтесь себя контролировать, тогда и самого заболевания не будет. Елизавета Шудженко. Спасибо большое за прекрасную калачакру. Стоит ли мне строить серьезное отношение с Владиславом или остаться в деловых? Стоит. Серьезное. Владислава, спросите, он хочет с вами серьезное отношение или нет? Вы прямо уже решили, и детей уже решили нарожать. Может, он не хочет? Нет, серьезно. Вы стоите, серьезно. Еще ничего не произошло. На вас еще там особо... Ну, это настолько еще далеко. Уже серьезно. Ну, будьте проще. Девочки. Нужно ли мне удалить матку? Мне 53 года. Частые маточные кроватики. Обязательно. Обязательно удаляйте. Вы сейчас очень страдаете. И дальше будете еще более страдать. После удаления матки вы заживете и спать начнете. И сон будет крепкий. И похудеете. И ощущение тяжести исчезнет. И вены на ногах исчезнут. И вообще все будет. А что вы не удаляете ее? У вас прям, ну, очень плохо с этим. Привит, пане Андрей. Скажите, будь ласка, чем ликовать капиллярную ситку и холодовую крапивянку? Дуже дякую. С повагой радость слухать ваши это. Берете обычную крапиву и череду. Завариваете 1 столовая ложка порошка из этих растений высушенных. И пьете. 1 столовая ложка на 1 стакан кипятка. Дальше. Капиллярная сетка. И капиллярная сетка устраняется еще и приемом обычного витамина К2, который можно приобрести в аптеке. И третье. Очень хорошо можно справиться с аллергиями, если брать 1 литр воды и добавлять 1 столовая ложка соды и 1 чайная ложка соли. Выпивать на протяжении дня маленькими глотками вот такой 1 литр. Можно через день. Если так 10 раз сделать, аллергия исчезает. Иван Гордюк. Добрый вечер. А вообще надалее хочу сказать, что я не привет Андрей, а добрий вечер Андрей Андреевич. Давайте друг друга поважать. Добре. А то что это такое? Мы же не в Америце проживаем. Иван Гордюк. Добрый вечер. Как мне далеко жить в меня? Загинувся житель на войне, а я родила дочку. Я выйду за межтаб? Коли? Ти за 2-2 роки. Чи заберут в армию моего брата Гордюка Сергея в армию. Не переживайте. Даже если заберут, останется жить. И останется жив. И ничего такого плохого не увидел. Ничего страшного. Даже если заберут, пусть не боится. После прохождения ступеней жизнь реально меняется, мир не меняется. А мы меняемся. Это такое огромное счастье. Приятно. Елизавета Шудженко. Здравствуйте. Стоит ли мне строить серьезные отношения? С этим Владиславом. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Рада, что вы в эфире, как глоток свежего воздуха. Ой, мне как приятно. Мы слухаем вас. Сдаю вам право. Дякую. Елена Смолченко. Добрый вечер. Я счастлива в сожитя. Тришки радись. Псуя аллергия. Вже 40 роки. Размещиваются. От аллергии справиться несложно. Вообще аллергия лечится народными способами, с легкостью. Кто бы вам что ни говорил. Делайте так. Берите вот или литр, а еще лучше полтора или даже два литра воды. Берите два литра воды, одна столовая ложка сода, одна чайная ложка соли на два литра воды. Обычной, не кипяченой. Просто из-под крана через фильтр набирайте. И пьете ее где-то в день 0,5 литра. Каждый день пьете, один месяц пьете и забывайте на 2, 3, 4, 5 месяцев о том, что у вас была аллергия. Конец. Ни один врач вам этого не скажет. Но это так легко лечит. Серьезно. Это так легко лечится. Я за вас рада. Всех благ. Татьяна Крывыч. Андрей Андреевич, шаную вас. Из-за чего вы роботы читаю вашу мантру Манибхадра уже месяц. Из-за режима стало еще ваше. Так мои буты, конечно. Куда течет любовь, туда текут и деньги. К вам они могут течь. Посмотрите на свое лицо. Посмотрите, за что вас можно любить. Кто вас любит. Найдите людей, которые вас любят. Пожелайте большому количеству людей счастья и радости. Пусть кто-нибудь в этом мире вас любит. Дети любят. Тогда деньги будут появляться. Человек должен делать все для того, чтобы мир хотел его любить. Собаки его любить хотели. Дети хотели любить. Жена. Я хочу вам сказать секрет. Я мужчина, имею право это сделать. Я очень хорошо отношусь к теще. Я заметил, что чем сильнее, чем добрее, чем теплее по отношению к теще относишься, тем больше зарабатываешь. Точно так же и с женой. Чем теплее, чем ближе, чем лучше относишься к этой женщине, тем больше материального благополучия. А еще, чем лучше отношусь к дочерям, вот чем лучше отношусь, чем больше слов прекрасных говорю и так далее, тем больше денег. Почему так происходит? Только вам кажется, что я похвастался, а на самом деле это совет. Найдите тех, кому вы можете хорошо относиться. Вы относитесь к ним, а живете под одной крышей. Поэтому деньги будут течь к вам. Вы же под одной крышей. Семь я. То есть семь человек живет с одним я. Вы к ним хорошо относитесь. Значит, любовь течет не к ним, а к вам. Почему хорошо нужно относиться. Почему денег в семье нет. Претензии, потому что бесконечные. Ты не то, ты не так, ты не смыл, ты не залил, ты не купил, ты не еще что-то. Оно вам надо. Наоборот, говорите комплименты. Говорите, какие все хорошие. Станьте теплее. Расслабьте плечи. Перестаньте так ненавидеть. Ну что, откуда столько нервов и злости. Не смотрите эти нервные программы бесконечно. Они же вас мучают, разрушают. Вы ломаетесь потом без денег и без счастья, без ничего живете. Потом сердце у меня от этого болит. Я смотрю на это и думаю, что ж такое с людьми. Ну чуть теплее. Нет на улице все друг к другу братья и сестры. В церкви приходишь, такие все друг друга обожающие. Домой приходят, мать через... Пошла-пошел. Боже мой. Да что же это такое. Светлана Бурачок. Чи будет такое жаденое материнство для моей доньки Людмиле? Живе в Польше и ДНК. Буде. Очень люблю ваши вебинары. Спасибо. Вера Нестеренко. Чи вы коли-нибудь користувались техниками Симарону? Що це по-вашему схоже воно на эзотерику? Симарон есть эзотерика. Там же сказал в свое время основатель Симарона. Он же сказал, я сделал европезированный перевод методик. Там сплошной буддизм на самом деле, который просто вот так переделан. Ничего страшного, слушайте, это все необходимо не отрицать, не говорить, это плохо или хорошо. Это нужно изучать. Прямо к этому необходимо подходить со знанием дела, со знанием науки и изучать. Иметь объяснение, если это повторяется. Как у Мунтяна, знаете, много людей говорит, Мунтян сволочь, он деньги забрал и так далее. Но у Мунтяна на 5000 человек, которые у него в пастве находятся, есть где-то 1000 человек, которые 100% вылечили заболевание. Я с этими людьми лично встречался. Даже онкологию. То есть, если этот человек использует какие-либо методики, и во время этих методик он помогает людям, и эти люди выздоравливают, то тогда эту систему необходимо изучать. Изучать, возможно, это психологическое влияние, возможно, это там связано с какими-то процессами, ну и так далее. То же самое было с Кашпировским. Я знал людей, которым Анатолий Михайлович помог и по сей день, возможно, помогает. И раз это помогает, значит, это методика, значит, это нужно изучать. Самое простое сказать или заклимить, он плохой, там, это плохо, они плохие, они такие, они там деньги зарабатывают. А они же помогли огромному количеству людей. Они помогли. А кому-то не, ну так, кому-то не помогли, кому-то помогли. Почему же, а что, есть такие врачи, допустим, гастроэнтеролог, любого берем гастроэнтеролога, который работает где угодно. И после этого начинаем проводить исследования. И посмотрим, вот 2000 человек принял этих людей, и после этого назначил определенные препараты. Среди этих людей будет ровно, не знаю, там, 30-40%, которым не помогли. Да, такое бывает. Вы еще не знаете, слава Богу, если не знаете, дай Бог вам всегда прожить так, чтобы вы ничем не болели и никогда ничем не лечились. Потому что, когда вы заболеете и начнете лечиться, вы поймете, что идеализация и ощущение, будто наша медицина всемогущая, все может и от всего лечит, будет ошибочной. Правда. Виктория Мацапура. Пожалуйста, я 10 лет нахожусь в Италии, 4 из них ожидаю оформления документов, перемиссию Одессо Джорно. Подскажите, получу ли их или мне нужно вернуться в Украину? В этом году не получите и в следующем тоже показывать не получите. Не знаю. А вернуться вам в Украину или не вернуться, я, к сожалению, не могу дать вам такой совет. Вам все равно придется самой принимать решение. Поэтому очень извиняюсь. Знаете, на вопросы там вернуться нет. Я же не могу дать такой совет, там жить с мужем или нет. Я же не могу. Я за семью. Я за проживание. Я за семью. Я не могу принять вместо человека решение. Якачур Юля хворит с укром диабетом другого типа уже 8 роков. Можелого вылеку. Вот и да. Сахарный диабет второго типа можно излечить полностью. У меня такие люди, которые излечились от сахарного диабета второго типа, есть. Чем необходимо лечить? Подход сложный. Необходимо определить, есть ли диарея или наоборот запоры. После этого начать изменять, ну, наверное, микробиот вашего желудочно-кишечного тракта. Плавно, дорого, но успешно. Спасибо большое за прекрасную Калача Круеву. Стоит ли мне строить серьезные отношения с Владиславом? Вы моя хорошая. Вы решили несколько раз написать. Конечно. Наталья Деменева. Роскошного вечерочка, Андрей Андреевич. Спасибо. Как вы думаете, Сергей, мой мужчина, вернется ко мне из другого города. Он там продает квартиру. Я его у себя жду уже четвертый месяц идет на связи каждые 2 часа в день. Да, он ориентирован на вас. Ориентирован. Но врет. Такой брехон. Ничего страшного. Хороший. Хоть и брехон. Да, ничего страшного. Андрей Андреевич, если я прошел первую и вторую ступень 2015, могу ли я сейчас прийти на третью? Да. Здравствуйте. Мою дачу зовут Дана Гайбаевна. Она поступит в УСК. Да. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, почему я никак не могу начать малювать? Что меня не зупиняет? Я сейчас стримаю, я с чего початаю. Может, сама себе стримаю. Берете краску, берете, вмокаете руку и рисуете. Как я рисую? Беру шпатель и делаю мазки. Делаю мазки, сосредотачиваюсь. Для того, чтобы рисовать, надо, чтобы были чувства. А чувства нужно развивать. Для того, чтобы чувства были, надо, чтобы они были. Надо их развивать у себя. Чувствовать. Рим. Есть слог такой. Рам Рим. Рам Рим. Рам Рим. Вот если читать Рам Рим, как я показал каждый день, то появится желание рисовать. Рам Рим. А если просто Рим произносить часто, будете богатыми. Рим. 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 Вот так. С таким красивым тоном. То будете богатыми. Андрей Андреевич. Здрасте. Выйду я замуж. 23 года вдова. Татьяна 53 года. Замуж нет. А вот жить с мужчиной будете еще. Андрей Андреевич. Можно смотреть третью ступень? Самой обновленной версии не проходило. Нельзя. Привет с Бразилии. Рио-де-Жанейро. О, там, правда, говорится, все в белых штанах ходят. Елизавета Шужин. Спасибо большое за прекрасную калачакру йогу. Стоит ли мне строить серьезные отношения с Владиславом? Или остаться в деловых? Ой, а вы уже пятый раз спрашиваете. Ну, вы сильно хотите, я так понял. Да уже какая вам разница, строить, не строить. Ну, переспите с этим человеком. Ну, там, не получится что-то. Вы что, так от этого страдаете? Сейчас есть чем предохраняться. Если там что-то не случилось, то все равно поцелуи, обнимания, подарки, любовь. Ну, относитесь к этому проще. Ну, что вы прямо как на Голгофу. Строить или нет? Вы что, крен у вас там? Вы утонете после этого. Ну, что с вами такое происходит? Ну, почему-то. Добрый вечер. Продолжает Екатерина наводить на уже бывшего мужа порчи привороты. Нет. Пока жили вместе, его чистила. Многих она еще угробит этим. Ваше какое дело? Вы каким боком? Мужа нет. Баба это там чем-то занимается. Вы каким боком вообще? К чему вы к ней? Она живет свою жизнь. Вы живите свою. Чего вы заглядываете к ней? Наводит, не наводит. Вам-то что от этого? Что за вопрос? Чистили, ушел. Если бы чистили, то не ушел бы. Обожал вас. Так видно, чистили. Или так видно, вас любил. Ирина Крамар. Андрей Андреевич. Скажите, будь ласка, че сможем мы с человеком статы батькам и природным шляхом? Пропоную тельке эко и лыше донорские циклы тыны. Нет, скорее всего, естественным путем не получится. Простите, что это сказал. Лариса Андреевич, мой приятель, долгое время спрашивает, что мне нужно сделать, чтобы быть с тобой? Мне никто, кроме тебя, не нужен. Я не знаю, что ответить. Он ли мой будущий муж? Разве ваше сердце не может вам сказать, он будущий муж или не будущий? Я не понимаю ни мужчин таких, ни женщин. Обычно это же выглядит так. Смотрите на него и нравится. Ухаживает и теплый такой. Хочется с этим человеком быть. Как это у вас? Мы же не спаренные там свиноматки, которых там привели и давай вот с этим живи. Ну зачем это так? Если не нравится, не начинайте. Скажите себе честно. Скажите, нравится он или нет. Если нравится, если хорошо ухаживает, если тепло к вам относится, если у вас там есть скорость какая-то там для ребенка, для детей, для квартиры, остаться там финансово, хороший там, ухаживает. Мало ли что он говорит, слушайте свое сердце. Как так может быть вообще? Надо или нет? Ну что это такое вообще? Ну что вы, вы что на случивании или что? У вас сердце есть? Вы что без сердца живете? Ну если у вас есть сердце, то дайте этому сердцу свободу. Дайте сердцу свободу, дайте возможность ухаживать за вами. Пусть Бог создал для вас это, создал условия, создал, чтобы это было. Вы видимо нравитесь мужчиной, что-то происходит. Ну пусть это будет, пусть ухаживает. Скажите, да я не возражаю, только ухаживай, там подарки дари, будь свободным. Много таких нюансов. Что вы к этому относитесь, как будто вы покупатель или продавец? Куда катится мир? Да что это такое делается? Ай-яй-яй. Я раньше думал, что люди живут ради сердца. Через сердце, знаете, я думал, что люди живут через любовь какую-то. Или все, отменили. Можно ли купленные ступени переслать маме? Можно. У меня диагноз асептичный знак розголовки и тазоостегного суглоба уже десь роков. Пропоную работу эндопротезирует. Дуже хвилую за результат. Дочери, дякую. Вам, Люда Куруц, обов'язково потрібно зробити эндопротезування так, як там нічого. Далі буде ще хуже. І робіть. Можна ли робити? Робіть до вересня. Гарний час зараз до вересня. Можна зробити. І вже скакати на третий день. Будете в шоці, як це гарно все працює. Я желаю вам щастя. Получився у нас прекрасный вебинар. Я його не могу делать длиннее, чем полтора часа. Поэтому я искренне желаю вам счастья, радости, успеха и любви. Ще раз хочу сказать, что для изменения жизни я очень рекомендую пройти вам первую ступень Моизотерийской школы Калас. Будьте счастливы, будьте любимыми. Пусть в скором времени у каждой одинокой женщины появится свой персональный мужчина. Пусть в скором времени у каждого мужчины одинокого появится своя персональная жена. Пусть любовь всегда охраняет ваши семьи. Пусть мамы обожают своих детей. Пусть дети обожают своих родителей. Пусть никто не пьет и не курит. Пусть у всех будет крепкое здоровье. Пусть будет любовь. Бог есть свет и тепло Пусть это тепло всегда будет в вашей груди Пусть такое тепло согревает тех, кто находится рядом с вами Помните, тепло есть доброта Находите доброту и создавайте тепло Бог видит теплых людей Чем больше тепла, тем больше огня Огонь в темноте светится Поэтому любая тьма вокруг такого огня Не может победить такого светлячка Будьте светлячками, будьте счастливыми Больше доброты, больше счастья Ориентируйтесь на любовь И в жизни будет все хорошо До свидания